МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Дедом Морозом из Великого Устюга день провела и наша съемочная группа. Очередной визит в Самару Дед Мороз из Великого Устюга традиционно начал с посещения театра «Самарская площадь». Там прошла боготворительная елка для детей с особенностями здоровья. Вместе с главным волшебником ребята пели песни, водили хороводы, а под конец зажгли елку. Елочка красавица! Всем нам очень нравится, правда? Да! Маленькая елочка зацверкала разноцветными огонечками. А вы нам поможете? Да! А давайте же все вместе. Раз, два, три! Елочка горит! Из театра главный новогодний сказочный персонаж отправился в школу номер 132. Там его ждали одаренные ребята со всего города, победители и призеры областных олимпиад. Талантливые школьники провели для российского Деда Мороза танцевальный флэш-моб. Давайте порадуем Дедушку Мороза! Молодцы, молодцы! Дед Мороз рассказал, что в этом году от детей и взрослых ему пришло более трех миллионов писем в резиденцию в Великом Устюге. Не все просили в подарок игрушки и гаджеты. Многие мечтают о самых простых вещах. Например, о здоровье себе и близким. Или, к примеру, обнять главного волшебника страны и сделать с ним селфи. Я хочу, чтобы в нашей семье все было хорошо, никто не болел. Счастье, радость и здоровье в любви. Я считаю, что загадывать гаджеты – это немножечко типично, поэтому я тоже лучше пожелаю здоровья родителям и всей семье в основном. Карелия, Удмуртия, Якутия. Дед Мороз побывал во многих регионах России. Из Самары он отправится в Ригу, Калининград, Москву, Санкт-Петербург. Всего в планах объехать около 50 городов. Площадь Куйбышева полностью готова к празднованию Нового года. Не хватает только снега и мороза. Трескучего пока еще нет. А вот Дед Мороз с подарками, волшебным посохом и снегурочкой уже создает настоящую атмосферу праздника. Дорогие мои друзья, всех самарцев от Мала до Велика поздравляю с Новым Годом! Желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Добрых свершений и новых мечтаний, таких же красивых, как моя новогодняя сказка. Сказочные герои и развлечения уже ждут самарцев в усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева. В этом году на новой волшебной станции Мышелавка всех встречает символ наступающего года – мышка. Она предложит достать из волшебной корзинки открытку с предсказанием, чего ждать в наступающем году. Усадьба Деда Мороза будет работать до конца новогодних каникул. А сказочное убранство и праздничные инсталляции еще долго будут радовать самарцев. Елена Малютина, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Новые залы и инструменты больше постановок и фестивалей. В Самаре подвели итоги года театра. 2019-й был объявлен таким по инициативе президента России Владимира Путина. В Самарском театре оперы и балета собрались лучшие деятели театрального искусства. Они вспомнили знаковые события культурной жизни губернии в уходящем году и оценили премьеру балета «Наяда и рыбак». Провожал «Театральный год» и Андрей Горгуленко. Премьера нового балета – эффектный способ закрыть год театра. Однако на постановка «Наяда и рыбак», пусть и небольшая, и состоит в основном из сольных партий, по признанию балетмейстера Самарского оперного театра, стала надежным мостиком к следующим премьерам. Я как уже практик и балетмейстер, конечно, это новая работа для моих артистов. Это новая техника, это новое освоение чего-то неизведанного, и мне кажется, это все на пользу не только зрителям, но и, конечно, артистам. Премьера балета стала частью церемонии закрытия года театра. Губернатор Дмитрий Азаров наградил почетным знаком за труд во благо земли Самарской театральных деятелей, внесших наибольший вклад в работу по приобщению жителей Самарской области к искусству, а также вручил награды мэтрам театрального искусства. Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развития театрального искусства и, конечно, вызовет дополнительный интерес у зрителей. И знаете, нам это удалось. Конечно, в первую очередь, благодаря блестательным трупам Самарской области, артистам и режиссерам, те, кто помогает, чтобы это действие состоялось, это и осветители, и работники сцены, это, конечно, замечательные музыканты. Очень много было работы, много на сцене было, много интересных проектов. Такой счастливый для меня год. Год театра в регионе охватил коллективы разных уровней – государственные, муниципальные, самодеятельные и любительские. Особое внимание уделили молодежным и школьным театральным трупам – спектаклям малых форм. Многое сделано для улучшения театрального пространства, удобства зрителей и более комфортной работы. Самарские артисты имели успех не только в России, но и в Европе. А в регионе прошли десятки мероприятий – премьеры, фестивали, выставки и гастроли. Завершая торжественную церемонию, глава региона подчеркнул, что хоть год театра и подходит к концу, но работа по развитию театрального искусства в Самарской области обязательно будет продолжена. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Сенсорная комната с интерактивными досками и столами. Акустическая система в музыкальном зале, уникальное оборудование в пищеблоке. В Самаре открылся детский сад, оснащенный по последнему слову техники, где работают не только группы для детей старше трех лет, но и ясли. Подробности у Елены Малютиной. Новая мебель, мягкий ковер и игрушки. Группы здесь не только просторные, но и современные. В детском саду найдется место не только детям от трех и до семи, но и тем, кто помладше. Четыре ясельные группы рассчитаны на 80 человек, еще 160 мест для детей постарше. Для семьи Ханеев их открытие детского сада стало настоящим подарком к праздникам. В новом году сюда пойдет старший сын Демьян. Я надеюсь, что мы адаптируемся быстро, и для нас это важно. И у меня сейчас маленький малыш, ему месяц, и планирую тоже его сюда отдать в будущем. Детям дает возможность развиваться еще больше, еще лучше, становиться умнее. Интереснее гораздо, конечно, в новом саду. Игрушек много, все новое, вся мебель, все постельные принадлежности, все-все-все. Конечно, это круто. Уникальное автоматическое оборудование и в пищеблоке. Здесь можно одновременно готовить как гарниры и горячие блюда, так и выпечку. При этом продукты не впитывают в себя запахи. Электронная программа позволяет даже рассчитать время приготовления. Оснащена по последнему слову техники и так называемая сенсорная комната с интерактивными досками и столами. Здесь будут проходить развивающие занятия. Такой подарок детскому саду сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также есть кабинеты логопеда и психолога. Отремонтировали и оснастили 181-й детский сад стахановскими темпами. Всего за 4 месяца по национальному проекту «Демография», инициатор которого – президент Владимир Путин. В канун Нового года дети, родители и педагоги подготовили праздничную программу. После исполнения песен и танцев они впервые в отремонтированном саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поздравила малышей и их родителей с открытием детского сада и с наступающим Новым годом глава города Елена Лапушкина. Дорогие мои маленькие самарцы, дорогие родители, пожелать нам всем мирного неба, чтобы наши дети росли в мирной и сильной стране, в чистом, уютном, комфортном городе, чтобы они были счастливы и здоровы, чтобы они были вашей надеждой и опорой. Ну а вам, конечно, не останавливаться на достигнутом детском саде мы будем открывать. С наступающим вас! Многие годы в этом здании размещались социальные и образовательные учреждения. В 2019 году помещение было передано дошкольному учреждению. Теперь здесь трудятся более ста профессионалов своего дела. В своей работе они используют новейшие технологии. Современная пианино, современная акустическая система нам подарила как раз глава города Елена Владимировна. Мы об этом мечтали, честно говоря. Наш музыкальный руководитель для интересного проведения, интересных занятий на улице. С удовольствием тоже участвуют родители и дети. А ребенок всегда очень чувствует, когда вместе с ним родители. Им очень приятно. И у него такой азарт появляется. Интересно проходит занятие. Все довольны. В новом году продолжится комплектация групп. В детский сад пойдут 240 малышей. Елена Малютина, Константин Головин. События. Проверить все елочные базары поручила глава города Елена Лапушкина, руководителем районных администраций и муниципальному предприятию ярмарки Самары. Торговля новогодними деревьями в городе должна вестись только в разрешенных местах. Сами пункты продажи должны быть оборудованы соответствующим образом. Все нелегальные базары в ближайшее время уберут. Также глава города поручила руководителю городской административной технической инспекции проверить сроки выполнения восстановительных работ по благоустройству после ремонта труб. Привести в порядок все участки подрядчики должны до конца недели. Руководителю департамента городского хозяйства и директору муниципального предприятия благоустройства Елена Лапушкина поручила усилить работу по уборке тротуаров. Тротуары безобразные. Ходить по ним невозможно. Наводите порядок. В первую очередь отрабатывайте больницы, школы, детские сады, социальные какие-то учреждения, остановки общественного транспорта. Памятник семье Аксаковых и Аллея Маршалов. В ближайшие три года в Самарской области могут установить несколько новых скульптурных композиций. Как будут выглядеть арт-объекты, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Памятники Валерию Грушину и Константину Головкину. Арт-объекты «Тема и Жучка» и «Самарский баян». До 2022 года в Самарской области могут установить 15 скульптурных композиций. Эти и другие вопросы стали предметом бурного обсуждения рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив. Губернатор Дмитрий Азаров предложил поддержать установку памятников по проекту содействия. Мы можем их посмотреть предварительно. Если здесь на рабочей группе мы их поддержим, то, наверное, инициативной группе мы можем посоветовать с точки зрения дополнительного софинансирования через этот проект отработать. Уже в 2020 году в Южном городе может появиться памятник семье, который хотят разместить в прогулочной зоне микрорайона. Участники совещания от идеи не отказались, но предложили авторам доработать концепцию. А депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал другую инициативу – увековечить в Южном городе героев Тимуровского движения. Таких памятников в стране нет. Тимуровское движение, повторяю, вновь зародилось именно в Куйбышевской области. И учитывая перспективы, которые были озвучены в последнее время, есть все шансы того, что Южный город найдет состав Куйбышевского района, где, собственно, съемки этого фильма и происходили. Еще одно интересное предложение – памятник семье Аксаковых, идею установки которого обсуждают на протяжении 10 лет. В настоящий момент готов эскиз, найдены средства для установки. Его планируют разместить в границах улиц Красноармейской и Фрунзе, в сквере Аксакова. Не менее жаркое обсуждение вызвало тема аллеи маршалов, которую хотят создать в год памяти и славы. На ней должны установить бюсты шести выдающихся маршалов Советского Союза. Одно из мест для размещения, которое предложили участники заседания – площадь славы. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Судьбу областной столицы обсудили глава города Елена Лапушкина и председатель гордума Алексей Дегтев с почетными гражданами Самары. Эти люди уже доказали своим примером, как нужно любить свой город и работать ему во благо. Именно они строили новый Куйбышев после Великой Отечественной войны. Виталий Алексеевич Симонов на протяжении 10 лет возглавлял 11-й строительно-монтажный трест. Под его руководством появились многие улицы и проспекты. Геннадий Петрович Аншаков прошел путь от конструктора первой категории до генерального конструктора прогресса, став достойным продолжателем дела своего выдающегося учителя Дмитрия Ильича Козлова. За более чем полувековую деятельность в отечественной ракетно-космической отрасли Геннадий Петрович внес выдающийся вклад в выполнение космических государственных программ, укрепление обороноспособности и экономики страны. Николай Пантелеевич Фоменко – участник Великой Отечественной войны, почетный радист, мастер связи, бывший президент одной из самарских телерадиокомпаний. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Глава города Елена Лапушкина говорит, получить дельные советы от таких людей крайне важно и полезно. Находясь рядом с ними, не просто много мучаешься, несмотря на их опыт, на их мудрость, на их отношение к жизни. Всегда позитивно, несмотря на погоду, несмотря на сложности. Они всегда радуются тому, что происходит. Они всегда грамотно и по-доброму оценивают происходящее изменение. Они посоветовали, ты понимаешь, что это по сути руководство к действию. А сейчас коротко о других темах дня. Сегодня утром в Самаре произошло ЧП. В доме номер 8 по улице Чернореченской отравилась угарным газом семья из 4 человек. Трагедия произошла. Из-за неисправной вытяжки в квартире находились мужчина, женщина и двое детей с 7 и 2 лет. Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет. В воскресенье 22 декабря рейс авиакомпании «Азур-Эйр» в Объединенные Арабские Эмираты не смог вылететь из Курумыча по расписанию. Задержка составила более 10 часов. О причинах инцидента рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Самолет «Самара-Дубай» должен был вылететь 8.25 по местному времени. На рейс зарегистрировались 237 пассажиров. Из них 12 детей в возрасте до 12 лет. Рейс отменили по причине технической неисправности судна. Пассажирам предоставили напитки и питание. Желающих разместили в гостинице. Жалоб от граждан не поступало. Крупный пожар тушили сегодня в Сызрне. Возгорание произошло в районе восточной промышленной зоны города. В 11 часу утра загорелась производственная территория завода железобетонных конструкций и строительных деталей. По предварительным данным, площадь возгорания составила десятки квадратных метров. Не исключено, что причиной ЧП могли стать сварочные работы в одном из цехов. Кроме того, были эвакуированы несколько десятков человек. Определился победитель конкурса по реконструкции драмтеатра имени Горького. Как говорится в техническом задании, подрядчику необходимо выполнить работы по восстановлению фасадов и интерьера. Помимо этого, компания должна решить проблему с появлением на территории подземного гардероба грунтовых вод. Не останутся без внимания и маломобильные горожане. Для них подрядчик сделает специальный лифт. Отметим, что на участии в торгах была подана одна заявка. Стоимость проекта оценивается в 62 миллиона рублей. Компания должна будет сдать проект до 20 января 2021 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ветра. Он ожидается порывами до 20 метров в секунду. Возможно обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Но на следующей неделе в регион придет теплый воздух с Атлантики и столбик термометра опять взлетит вверх. Будет и дождь, и слякоть, и высокая влажность. В новогоднюю ночь погода порадует легким морозцам. Температура будет держаться на отметке от минус 5 до минус 7 градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде легкого снега. То, что надо в новогоднюю ночь. Время, когда самые заветные мечты исполняются. Самарские дети, участники акции «Елка желаний» в преддверии Нового года получают подарки, о которых просили в письмах к Деду Морозу. Глава Самары Елена Лапушкина исполнила мечты трех ребят-воспитанников Центра помощи детям Иволга. Также детям посчастливилось попасть на экскурсию в детскую картинную галерею. Свидетелем новогоднего чуда стал Андрей Горгуленко. Город, смотрите, в городе улица, на улице стоит дом. В доме спаленка, спаленка, колыбелька. Эксклюзивную экскурсию по детской картинной галереи провели всего для трех посетителей. Восьмилетний Артем, брат и сестра семьи пяти лет, Женя и Катя. Все они воспитанники Центра помощи детям Иволга. Ребята строили рожицу у кривого зеркала, рассматривали экспонаты с помощью карманных фонариков и изучали, из чего сделаны куклы Деда Мороза и Снегурочки. Красивые карманные шерпочки. Не боюсь, садаются. Сосульки. Деда, Снегурки. Но главным событием для детей стало, конечно, участие в акции «Елка желаний». Их письма с новогоднего дерева сняла глава Самары Елена Лапушкина и передала детям подарки от Деда Мороза. Ответственному Артему планшет для выполнения домашних заданий в школе. Дружелюбной Кате – одежду для ее любимой куклы. А подвижному и активному Жене – роликовые коньки. То есть, если постоянно у детей спрашивают, что я хочу, что я заказал Дедушку Мороз, то они даже, мне кажется, ночью, если бы мы их разбудили, они бы сказали, что заказали. И сегодня, я думаю, это один из важнейших моментов в их жизни, детской жизни. Дети долго готовились к этой встрече и на праздник пришли не с пустыми руками. Подарили главе города корзинку с выпечкой. Что там? Говорите, что там? Что там, Катюш? Артем, что там внутри? Наши дети. Наши дети. Дед Мороз напек или ты, Катюш? Всего в центре Иволга проживает 91 воспитанник. Все они участвовали в новогодние акции. В центр ежедневно приезжают самарцы, которые сняли письма с мечтами ребят и готовы подарить детям чудо. К Новому году мечта исполнится у каждого ребенка. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. 65 лет не возраст. Уверенный режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев. Юбилей он отметил на сцене премьеры спектакля. К поздравлениям именинника присоединился и Сергей Кизоркин. День рождения на работе. В кругу друзей и поклонников. Известный самарский театральный режиссер Евгений Дробышев отметил 65-летний юбилей на сцене. За вклад в искусство мэтр получил от главы Самары Елены Лапушкиной благодарственное письмо и теплые слова поздравления. Секрет всех ваших достижений – это, прежде всего, большой и очень щедрый ваш талант. Это удивительная трудоспособность и трудолюбие, но и, конечно, любовь к делу, которым вы занимаетесь. Но за все это я хочу вам сказать огромное спасибо. За то, что вы всегда полны замыслов и идей. Что вы никогда не останавливаетесь на достигнутом и всегда видите перспективу. За этот замечательный театр Самарской площади, который давно и по праву стал одной из визитных карточек нашего города. Евгений Дробышев в профессии почти 40 лет. Из самого основания возглавляет театр Самарская площадь. Рассказывает, за это время удалось реализовать почти все мечты. Иногда постановки были революционными для восприятия местных театралов. Но этим и запомнились неискушенным зрителям. Это был мой, мой заказ. Мы с этого и начинали. То есть у нас была политика на сцене, у нас была эротика на сцене. Потому что это был заказ такой, который, он был из самого воздуха, времени. Маэстро продолжает экспериментировать и на седьмом десятке. В свой день рождения Евгений Дробышев подарил самарской публике новый спектакль «Кавказский меловой круг» немецкого автора Бертольда Брехта. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Быть мужчиной и настоящим защитником. В Самаре прошел городской турнир по боксу. На нем соревновались самарские и саратовские школьники. За поединками наблюдал наш корреспондент. Третий классник Олег Иевлев боксирует сдержанно, четко держит оборону. Его противник торопится, наносит удар за ударом, но все мимо. Тактика Олега оправдывает себя. В этом поединке он побеждает. На тренировке по боксу мальчик ходит с Майя. Взял пример с брата. Сегодня Олег принимает участие в городском турнире, который проходит в Самарском районе. Ему понравилось. Понравилось то, что на тренировках в них видят мужчин равных. Нету младше, старше. Они все равны, они все одинаковы. К ним относятся с уважением. Турнир собрал 40 участников из Самары и из других городов. На ринг выходят школьники от 8 до 11 лет. В жюри опытные судей из самарских спортивных школ. Бокс, как и любой другой вид спорта, очень важен, очень полезен. Это, в первую очередь, пропаганда видов спорта, пропаганда детского спорта. Я вижу, как ребята, которых я тренирую, как они на глазах превращаются в мужчину, настоящего мужчину, настоящего защитника. Мы же не только воспитываем спортсменов, но мы хотим, чтобы у нас были настоящие защитники Родины. Организаторы турнира по боксу планируют сделать такие соревнования ежегодными и приглашать спортсменов из других регионов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!